В рамках проекта «Шкода Фабиа Нью» в центре внимания автоцентр продолжает готовить технические дневники, в которых мы даем ответы на вопросы наших читателей. Сегодня отвечаем на очередную третью серию вопросов. На «Шкоду Фабиу» третьей генерации устанавливается новый однолитровый мотор с тремя цилиндрами. Для украинского рынка этот агрегат предлагается в 75-сильном исполнении с крутящим моментом 95 Нм в широком диапазоне оборотов. В основе этого двигателя новая модульная платформа моторов MQB Volkswagen, семейство агрегатов с аббревиатурой EA211. Новый мотор имеет алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами и алюминиевую головку блока с четырьмя клапанами на цилиндр. Коленчатый вал с шестью противовесами, которые вместе с подушками двигателя специальной конструкции позволили исключить появление вибраций, присущих несбалансированным трехцилиндровым агрегатам. Благодаря этому удалось исключить необходимость оснащения мотора балансирными валами. При том, что однолитровый мотор имеет классическую систему питания с распределенным впрыском топлива во впускной коллектор, в нем есть много новых интересных технических решений. Выпускной коллектор имеет жидкостное охлаждение и вмонтирован в головку блока цилиндров. Зубчатый ремень привода газораспределительного механизма в данном моторе, как и в других двигателях новой ФАБИ, рассчитан на весь срок службы агрегата. ГРМ в данном моторе имеет механизм изменения фаз газораспределения. Он установлен на распределительном валу впускных клапанов. Система охлаждения разделена на два контура. Один охлаждает блок цилиндров, а второй – головку блока цилиндров. Данный агрегат соответствует экологическим нормам Евро-6. Он может работать на топливе А95, хотя кратковременное применение более низкооктанового бензина А92 все же допустимо. Новая Шкода ФАБИ оснащается классической гидравлической тормозной системой с двумя контурами. Отличие от систем предшественников заключается в наличии нескольких дополнительных опций, повышающих безопасность автомобиля. Так, в аварийных ситуациях электронные системы помощи HBA и Pre-Fill готовят всю гидросистему к экстренному торможению. Распознаются такие ситуации по скорости отпускания педали газа. Подготовка заключается в создании небольшого давления в системе, что ускоряет дальнейшее срабатывание тормозов. Также тормозная система оснащена функцией RBC, которая просушивает тормозные колодки и диски. С определенной периодичностью, независимо от наличия дождя, она подает на гидромодуль тормозной системы команды для подвода тормозных колодок ближе к тормозным дискам. Легкое касание колодок к дискам позволяет избавиться от влаги на их поверхности. Это также сокращает тормозной путь в случае экстренного торможения. В отличие от стандартной системы кондиционирования, которая не контролирует температуру воздуха в салоне, система Климатроник автоматически поддерживает заданную температуру. Блок управления этой системы анализирует не только данные от датчиков температуры в салоне, но и от датчика освещенности, который контролирует насыщенность солнечных лучей, попадающих внутрь автомобиля. Датчик освещения установлен под лобовым стеклом в верхней части панели приборов. С его помощью климатическая система более гибко регулирует температуру в салоне автомобиля. Нововведением системы Климатроник, установленной в новой Шкоде Фабия, является датчик влажности воздуха в салоне, который размещается в зеркале заднего вида. Он служит для контроля точки росы, то есть температуры, при которой на стекле начинает появляться конденсат, а проще говоря, стекло начинает запотевать. Чтобы исключить запотевание стекла, система Климатроник регулирует подачу воздуха на стекло и включает кондиционер, который просушивает воздух в салоне. Так Климатроник исключает вероятность запотевания лобового стекла и формирует в салоне более комфортный микроклимат. Есть отличия и в работе компрессора кондиционера. В Шкоде Фабии второго поколения для экономии топлива кондиционер приходилось выключать вручную с помощью кнопки на панели приборов. В новой Фабии система Климатроник с датчиком влажности отключает компрессор автоматически, поэтому система постоянно экономит топливо без необходимости ручной регулировки. Кнопка отключения кондиционера в системе Климатроник находится на прежнем месте и также позволяет принудительно в ручном режиме отключать компрессор. Также на большой скорости в новой Шкоде Фабии срабатывает защита от проникновения внутрь салона избыточного количества воздуха. Обеспечивается это переключением работы системы вентиляции салона из режима подача воздуха снаружи в режим забор воздуха из салона. Это уменьшает шумность работы системы вентиляции и повышает комфорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова